Друзья, всем привет! Нахожусь сейчас на Чинжику, это практически самый центр Токио. Здесь у нас район красных фонарей. Это место я много раз показывал, но сегодня я хочу поговорить немного о японском лете. Вот сейчас я выхожу из тени на солнце, и такое ощущение, как будто меня кладут на сковородку. По-другому я и не скажу. Сейчас у нас в Японии прям настоящее-настоящее лето. Сейчас 38 градусов сегодня. Но если вы посмотрите, знаете, различные приложения, которые говорят вам, сколько ощущается на самом деле, то это обычно, можно увидеть, что там, например, 41-42 градуса. Реально очень жарко. И жара такая, вообще японское лето такое, что нереально высокая влажность. То есть вы как будто находитесь в сауне. Вот знаете, когда на море бывают где-то в Египте, либо в каких-то таких курортных странах, и когда вы выходите на пляж, и вот вы за первые 10 секунд ощущаете, что все, вас вот уже начинает поджаривать. Также и здесь. Вы видите, я довольно белый, но я уверен, что сегодняшний поход по улице, по Чинжику, немного меня подрумянит. Скорее всего, так и произойдет. Так что обгореть в Японии вообще просто как нефиг делать. Поэтому практически все японки, особенно они же хотят, чтобы у них была светлая кожа, потому что это вроде красиво и каким-то отдает благородством. Поэтому многие японки ходят с зонтиками. Мужики особо насчет этого не запариваются, но японки прям зонтики, длинные рукава и так далее. Так что приезжая сюда, в Японию, будьте готовы, что здесь будет очень жарко, а также, что вы легко всегда сможете обгореть. Поэтому носите с собой крем от солнца. Он вам реально здесь будет необходим. И сильнее всего лично у меня всегда сгорает шея вот в этом месте. Это просто вообще жесть какая-то. И жара такая, что ежегодно это становится большой проблемой. Стариков очень много пожилых же в Японии, вы знаете. И вот в недавнем видео я рассказывал, что уже 29% людей старше 65 лет. Если вы не смотрели этот ролик, то посмотрите. И ежегодно из-за жесткой жары люди просто не выдерживают и погибают. И сегодня даже вот я когда ехал на метро в 9 утра примерно, и на станции девочки просто, я не знаю, старшеклассницы, стало плохо. Пришли работники станции, полицейские, потом врачи. Я приложу фотографию, одну единственную, которую я успел бы снять, потому что, ну, не хочется в нагло как-то снимать. И вы можете там увидеть, что реально пытаются помочь, потому что, ну, это сложно выдерживать. И настолько иногда жарко, что запотевают даже веки. В общем, японцы любым способом пытаются как-то выживать во всей этой жаре. И сейчас вот за последнее время стали популярны вот такие вот маленькие вентиляторы. Этот я купил в магазине здесь, прямо на Чинджу, в Тонгеботе, за 500 йен. Сейчас это где-то 250 рублей. Но ветер настолько горячий, что, включая этот вентилятор, он практически вообще не дует и ничего не чувствуешь. Такое ощущение, что он просто горячий воздух. Гоняет, что он есть, что его нет. Бывают вентиляторы на шее, но они тоже не особо помогают. Дома все используют кондиционеры, но у меня сейчас дома только в одной комнате есть кондиционер. А там, где кровать, кондея, к сожалению, нет. И настолько душно, жарко ночью, что сейчас вот я думаю, либо кондея себе устанавливать, либо купить хотя бы вентилятор. Ну, под вентилятором я все время заболеваю. Так что жарко, вот реально. Это надо прочувствовать. И вот, знаете, приезжают иностранцы и говорят, да я привык к жаре, что такого, типа и у нас в России, у нас в Москве тоже бывает там 30 градусов. Это вы сейчас так думаете? Вот те, кто уже бывал в Японии, я думаю, со мной согласятся. И сможете вы написать в комментариях. А вот те, кто ни разу не бывал в Японии, приедете и узнаете. Вот, короче, это жесть. Ну, знаете, вот некоторые японцы действительно удивляют. В такую жару некоторые умудряются ходить в шапках. Знаете, вот как зимние. Я в таких шапках на Хоккайдо ездил, когда там была минсовая температура. А они нормально ходят летом. Это какое-то особое умение носить такие головные уборы в любую погоду. Я так не могу. Ну, в общем, правда, жарко. В общем, в такую погоду самое идеальное это поехать на море, покупаться в океане. И от Токио это вообще добираться без проблем. Здесь рядом есть Шидзооха, можно съездить в Инашиму, в Камакуру. Полтора часа и вы на море. Купаетесь, пьете коктейли, что-то вкусненькое едите. И можете, да, как прям в аниме показывают, разбить арбуз. Ну, если вам, конечно, хочется. Так что море в Японии просто идеальное. Как вы понимаете, в Японии июнь это месяц сливовых дождей, а вот июль-август вот такая жесткая жара. Самое приятное время, на мой взгляд, для посещения Японии, это где-то сентябрь-октябрь, потому что так же на улице тепло, 30 где-то градусов, но нет вот этой вот жуткой духоты. И вы можете расслабиться, куда-то погулять, так же точно в футболке ходить, но при этом выживать. Вот я хожу и прям чувствую, что меня прям жарят. Но лично для себя из плюсов японского лета я могу отметить то, что летом продается много сезонных различных коктейлей, напитков, мороженого. Знаете, вот каким-нибудь со вкусом хасаку. Это типа апельсина с лимоном смешанного. Либо что-то такое, что очень хорошо освежает. Также летом проводится огромное количество фестивалей. Знаете, вот эти все фейерверки, палаточки ставят и так далее. Конечно, несколько лет этого не было, ну, потому что вы знаете, какая ситуация в мире. Но вроде как с этого года опять все начнут запускать. Вроде же и границы открыли для туристов, хоть и посредственно, но уже открыли. Кстати, кто не знает об этом и вообще об этой ситуации, видео на канале, конечно же, есть и по ссылке в описании. Лето в Японии хорошее. Вот во всем, кроме жары. Ну, лично мое мнение. Я на самом деле часто вообще жалуюсь на жару, потому что сколько лет здесь живу, вот уже 10, мне не удалось привыкнуть. Кстати, друзья, я уже до этого про это говорил. И еще раз напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, куда я выкладываю особую информацию, какие-то фотографии, какие-то моменты из жизни. И также в последующем, да и сейчас уже, есть темы, которые нельзя осветить на ютубе. Я буду публиковать их именно у себя в телеграме. Поэтому подписывайтесь на него по ссылке в описании, потому что вот в ближайшее время вы увидите. Совсем скоро выйдет новый ролик. Очень интересный. Я уверен, вам понравится. Не буду спойлерить тему, но вам понравится. И в этом ролике я дам много информации, но некоторая она настолько жесткая, что я не могу ее просто-напросто рассказать. Но в телеграме я отдельно ее выложу. Так что подписывайтесь на него обязательно по ссылочке в описании. Друзья, вы, наверное, еще скажете, что японское лето, конечно же, ассоциируется с цикадами. Но как же без этих мерзких насекомых? К счастью, вот в начале июля, там, в конце июня, их пока еще особо не слышно. Но вот недельки через 2-3 начнется жесть. Они начнут везде орать, верещать, глушить и так далее. А потом все это перейдет к тому, что они начнут падать с деревьев, их начнут есть вороны, попугаи. Нет, попугаев нет. Эти как это, воробьи. Все это раздирать. Зрелище такое себе. Ну, звучат они все равно вот романтично. В аниме это все любят показывать. В общем, короче, вот такое для меня японское лето. Как бы там ни было, как бы там ни было лето, я люблю, Японию я тоже люблю. И если вы хотите больше всего интересного смотреть, мы знаете, что можем с вами сделать? Мы можем взять, все вместе просто собраться и подписаться на мой лайв-канал, потому что там очень круто. Там постоянно теперь новые видео выходят и выйдет еще много всего интересного. И чем больше вы будете смотреть, поддерживать, комментировать, лайкать и так далее, у меня будет больше мотивации делать. И там будет постоянно что-то новое появляться. Поэтому ссылочка есть в описании. Подписывайтесь. И всем большое спасибо за просмотр. Пока!